Привет друзья! Сегодня рейтинг не совсем обычный, почему узнаете чуть позже. В данной подборке мы поговорим про автомобили, которые крайне не рекомендовано покупать в силу их ненадежности и постоянных поломок. Тут вы не увидите китайцев, так как это очевидно не лучший вариант к покупке. Также прошу обратить внимание, что акцент сделан именно на проблемной комплектации определенных моделей, в зависимости от типа двигателя или коробки, которыми они оснащаются. В данном случае это очень важно. Что ж, думаю рейтинг вас удивит. Встречайте, 8 самых ненадежных. Без лишних слов, погнали! Восьмое место неожиданно для вас занимает BMW первой серии с движком 1.6. Да, в Европе эта малышка получила награду двигатель года объемом до 1,8 литра, но в России у нее совсем другая и печальная история эксплуатации. Красивая снаружи, но такая проблемная внутри. У всех движков очень слабые хомуты впуска и система охлаждения, и на возрастных машинах требуется их постоянный контроль. Часто выходят из строя компрессоры, электроника, а также из системы изменения фаз газораспределения. К сожалению, проблемы данной комплектации начинают возникать уже после 40 тысяч километров пробега. Вы обращали внимание, что относительно свежие годы выпуска можно купить уж по очень привлекательной цене. Как итог, крайне рекомендуем, несмотря на привлекательную внешность, отказаться от покупки этой комплектации единички. На седьмой строчке Skoda Super B. Движок 1.4 TCI. Super B в настоящее время самый большой и самый роскошный автомобиль в модельном ряду Skoda. На вторичном рынке доступны два поколения этой модели. Первая производилась с 2001 по 2008 и пользуется умеренным спросом. В России наиболее популярные бензиновые моторы, которые считаются более надежными. Однако в случае с Super B все оказалось несколько иначе. Реальных примеров огромное множество. Наиболее популярная версия с 1.8 TCI страдает от чрезмерного расхода масла, а в 1.4 регулярно наблюдаются проблемы с цепью ГРМ и системы изменения фаз газораспределения. Впрочем, ничего плохого нельзя сказать в адрес двухлитрового TCI, разве что он слишком прожорлив. Также из проблем натяжитель ГРМ, который быстро ломается, и плохое качество цепи. Проблемы с управляющей электроникой и инжекторами. Наиболее распространенная проблема связана с гидравлическими натяжителями. Они не работают должным образом в течение нескольких секунд после запуска мотора, что немедленно приводит к растяжению цепи. Оттуда разрывы поршней, повреждения поршневых колец и магнитные муфты. Несмотря на неплохую подвеску и отличную шумоизоляцию, мы крайне не рекомендуем к покупке данную комплектацию автомобиля. Шестую строчку по праву занимает Ford Kuga с движком 1.6. Кроссовер второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. Но стоит ли вообще это делать? На рестайлинговых кугах первых годов выпуска активно гниет большой электрический разъем в левой части переднего бампера перед покрылком. В результате перестают адекватно работать датчики парктроника, передние противотуманки и сенсор наружной температуры воздуха, из-за которого возникают различные нарушения в системе управления кондиционером. Надувные моторы отличаются высокой теплонагруженностью и крайне чувствительны к перегревам. Это стало причиной отзывной кампании для двигателя 1.6. На движках быстро образуется нагарный клапанах, страдает блок цилиндров, образуются трещины ГВЦ и выходят из строя топливные форсунки. Проблем у автомобиля хватает. Наиболее коварная из поддержанных дореформенная версия с мотором EcoBoost 1.6. А самая беспроблемная – рестайлинговая машина с атмосферным бензиновым движком 2.5. Не забывайте этот факт при планируемой покупке. Пятерку лидеров открывает Peugeot 308. Движок бензиновый – 120 лошадей. Собственно, на российском рынке с другим бензиновым движком 308 и не купить. Этот мотор является совместным продуктом Peugeot и BMW. Немцы разработали конструкцию, французы отвечали за технологичную часть производства. Настоящей проблемой этого движка является проблема с головкой двигателя. В один прекрасный момент на пробеге около 100 тысяч мотор может начать нестабильно работать. У механизма привода ГРМ растягивается цепь, а замена её весьма недешёвая. Также в группе риска – гидроблок клапанов и гидротрансформатор. Вторым слабым местом является древний автомат АЛ-4. На самом деле сама техническая часть вполне надёжная. Пакеты фрикционов, шестерни планетарных передач и гидротрансформатор. Проблемы возникают из-за масла и соленоидов гидравлической плиты управления автоматом. Если вы не знали, соленоиды – это электромагнитные клапаны, которые управляют гидравлической жидкостью. Чтобы ездить и не знать проблем с коробкой, то надо взять за правило менять масло на каждом втором ТО, то есть через 20-30 тысяч пробега. А на каждом четвёртом – производить снятие гидравлической плиты, мыть её и менять соленоиды. В общем, проблему данного автомобиля просто предостаточно. Если не согласны, жду ваше мнение в комментариях. Едем дальше. На четвёртой строчке – Volkswagen Tiguan с движком TCI на 1.4 литра. Даже если вы не автомобильный гуру, вы наверняка слышали о том, что от всех этих малобъёмных моторов с непосредственным впрыском и турбонадувом сплошные беды. В основном речь пойдёт именно о движках 1.4. Основная причина недовольства владельцев на протяжении всего срока использования этих моторов оказалась предсказуемо и проста. Цепной привод ГРМ не мог обеспечить стабильного ресурса, а особенности конструкции позволили цепи при небольшом износе перескакивать на нижней звезде коленвала. Помимо этой, в общем-то, банальной причины нашлась ещё одна. Цепной привод маслонасоса тоже не выдерживал цепь рвало или она соскакивала. В целом, мотор действительно получился изначально неудачным, требователем к сервису и только в последних версиях избавился от досадных детских болезней. Но это неизбежное следствие общемирового тренда на обкатку технологий силами покупателей. Но прогресс не стоит на месте, технологии постоянно отрабатываются и ошибки исправляются. Поэтому рекомендуем внимательно отнестись к покупке. Бронза рейтинга достаётся Шкода Йети с движком 1.2 TCI. Шкода Йети пользуется в России неплохой популярностью. Чешские кроссоверы любят за практичность и высокие технологии. Впрочем, существует немало стереотипов о том, что Йети не слишком надёжен. Но так ли это на самом деле? Милый Йети с движком 1.2 TCI на 105 лошадок для своих владельцев оказался далеко не дужкой. Дизеление после запуска, неустойчивая работа, пропадание тяги и глохнущий двигатель. Таков оказался непокорный нрав маленького сердца снежного человечка. Ещё одна главная боль владельцев Йети с движком 1.2 – падение мощности в момент начала движения автомобиля. Перегрев масла вызывает избыточное отложение твёрдых частиц. Под клапанной крышкой в огромных количествах образуется шлам, и в результате вы получаете раннюю поломку гидрокомпенсаторов и прогорание клапанов. Из положительного можно отметить довольно крепкую подвеску и надёжность движков 1.8. А выбор, конечно, за вами. На второй строчке Mazda CX-7 с движком 2.3 литра. Даже через 10 лет после начала выпуска она не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учётом невысокой стоимости, многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на CX-7 сформировалась не зря? Выбор движков практически безальтернативный. Один единственный бензиновый 2.3. Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферник на 2.5 литра не увенчались успехом. А 173-сильный турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Мотор 2.3 литра едет хорошо даже с учётом веса кроссовера, но с надёжностью получилась заминка. Турбина CX-7 умирает внезапно и очень часто. Но фактически чаще всего этому предшествует неправильная эксплуатация турбированного мотора и некачественное обслуживание. Цепь ГРМ может растянуться за 50 тысяч километров пробега. Также проблемы с муфтой. Первый признак – треск при старте двигателя. На поздних стадиях – дизельный звук работы мотора. Если игнорировать эту проблему, то дорогостоящий капитальный ремонт вам просто обеспечен. Ну и прибавьте к этому гигантский расход масла. При малейшем масляном голодании в моторе происходят необратимые процессы. Конечно, Мазда CX-7 приятна во многих отношениях. Внешний вид, пространство, динамика и богатые комплектации. Но не стоит покупать этот автомобиль на последние деньги. CX-7 в ваших руках может стать просто-напросто красивой обузой. Ну вот мы и подобрались к первому месту. И как вы помните, я говорил, что сегодня рейтинг не совсем обычный. В этот раз лидера антирейтинга выбираете именно вы. Напишите в комментариях самый проблемный автомобиль на ваш взгляд. Спустя некоторое время мы подведем итоги и, судя по лайкам, выберем трех номинантов. Далее путем голосования определится самый надежный автомобиль по мнению подписчиков ProAuto. Хватит споров и негатива. Выберем худшего вместе. Что ж, жду ваше мнение в комментариях и лайк, конечно, если рейтинг понравился. Впереди много актуальных новостей и интересных топов. С вами был автомобильный канал ProAuto. До скорых встреч!